Сегодня состоялось первое открытое для прессы заседание суда по делу в отношении Хабулды Шушубаева. Прокуратура обвиняет недавно избранного депутата ЗАГСобрания в трех преступлениях. Сам фигурант свою вину категорически отрицает. За процессом наблюдал наш корреспондент Николай Евенко. Зал Первомайского районного суда наполнен потерпевшими. Эти люди – дольщики. Они считают в том, что их дома в микрорайоне Ясной Поляны недостроены, виноват Хабулда Шушубаев. Поэтому, когда адвокат депутата просит отложить слушание еще на 45 дней, чтобы ознакомиться с томами уголовного дела, люди не скрывают эмоций. Мы хотим результат получить и получить побыстрее то, что мы хотим. То есть, жилье либо деньги. Мы не должны ждать. Я одна ребенка воспитываю. Одна воспитываю. У меня муж умер. Почему я должна кому-то доведеть? Или кто-то использовал. Обязательство своей не выполнил. Почему дольщики должны за это воспрадать? У подсудимого, в принципе, на наш взгляд, достаточно было времени. Судья удовлетворил просьбу частично. Знакомиться с материалами адвокат Хабаров может параллельно с процессом. Прокуратура озвучила позицию обвинения. По версии следствия, с 2008 по 2013 год Шушубаев, будучи главой компании, привлек в долевое строительство жилых домов в микрорайоне Ясная Поляна более 300 человек. Не все взятые у людей деньги пошли на возведение объектов. Более 100 миллионов рублей оказались на расчетных счетах организации, руководителями и учредителями которых формально были родственники обвиняемого и подчиненные ему работники предприятия. Также часть денег пошла на обслуживание автопарка Шушубаева. Ну и это еще не все. Согласно материалам уголовного дела, в 2008 году Шушубаев предоставил налоговой инспекцией поддельные документы, после чего из федерального бюджета на счет предприятия в качестве возмещения налога на добавленную стоимость поступило более 900 тысяч рублей. По мнению следствия, в 2009-2010 годах Шушубаев, используя недостоверные документы, получил в банке более 1 миллиарда рублей. Деньги депутат потратил на нужды своего предприятия, но в банк их не вернул. Хабулде Шушубаеву предъявлено обвинение по трем статьям. Хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере. Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере и незаконное получение кредита с причинением крупного ущерба. Следующее слушание назначено на 31 октября. В ходе заседания будут допрошены свидетели, дольщики Ясной Поляны. С учетом того, что потерпевших более 300 человек, заседание решили проводить два раза в неделю.